Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза! 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война, которая явилась основной частью Второй мировой войны. Первый бомбовый удар пришёлся по Брестской крепости. Месяц 22 июня по 20 июля немецкие самолёты бомбили крепость. У стен стояли пехотные, артиллерийские и танковые подразделения врага. Казахстанцы, проходившие срочную службу Брестской крепости, приняли участие в обороне цитадели. Среди них 200 семейчане. В первые дни войны тысячи семейчан были призваны и отправлены на фронт. Поток заявлений добровольцев не прекращался в течение всех военных лет. Из бывшей Семплатинской области было призвано и отправлено на действительную военную службу 106 267 человек, из которых 44 984 человека отдали свои жизни за честь и свободу своей Родины. На территории Семплатинской области были сформированы две стрелковые дивизии. 238-я стрелковая дивизия была сформирована в марте 1941 года в Среднеазиатском военном округе. Штаб дивизии разместился в Семплатинске. За образцовое выполнение заданий командования и проявление массового героизма указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1942 года 238-я стрелковая дивизия была награждена Орденом Красного Знамени. А 24 мая того же года за проявленную отвагу в боях с фашистскими захватчиками приказом Народного комиссара обороны дивизия была преобразована в 30-ю гвардейскую стрелковую дивизию. С боями она пришла до берегов Рижского залива, освободила столицу Латвии, город Рига, за что получила название Рижской. 8-я стрелковая дивизия была сформирована в 1942 году в Семплатинске. Дивизия свой первый бой приняла под Воронежем. Участвовала в составе 13-й армии в битве на Курской дуге и форсировании Днепра. За боевые заслуги дивизия была награждена Орденом Суворова 2-й степени. За взятие крупного стратегического пункта города Ямполь дивизия была названа Ямпольской дивизией. За героизм и отвагу 54-м воинам-семячанам было присвоено звание Героя Советского Союза. 13-ть семячан удостоены звания Кавалера Ордена Славы 3-х степеней. Семячане в годы Второй мировой войны сражались в боях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на территории Прибалтики, Украины, Польши, Германии, Франции, Китая. Участвовали в партизанском движении и движении сопротивления. Во время войны из мест боевых сражений были эвакуированы 1072 госпитали с врачами и медсестрами. В Симплатинскую область было распределено 7 эвакогоспиталей. Они были размещены в клубах, больницах и учебных заведениях нашего города и области. 10 фабрик работали в семье в годы войны. Для нужд фронта готовили продукцию мясоконсервный комбинат, судоремонтный завод, кожевенный комбинат, артель имени Крупской, артель Пимакат, красный кожевник и другие. 24 января 1934 года указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий партии и правительства по снабжению фронта мясопродуктами мясоконсервный комбинат был награжден Орденом Трудового Красного Знамени и был занесен в Золотую книгу почета Казахской СССР за высокие показатели выполнения заданий пятилетки. В годы войны семейчане внесли огромный вклад в победу над фашистской Германией. Субтитры создавал DimaTorzok